Алло. Добрый вечер. Добрый, добрый. Ну, вы меня видите? Да, отлично вижу. Я вас вижу. Ну, давайте, назовитесь, кто вы, откуда, чего. Я Иван Рисухин, Краснодарский край, город Лобинск. Край какой? Краснодарский. А, Краснодарский, был я там, знаю. Краснодарский. Я как-то пытался вам звонить, чтобы вы проехали на миссионерство, но что-то вы говорили, я уже был, только что объехал. Вот, я ваш слушатель такой. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Слушаю вас, говорите, пожалуйста. Что хотите от меня услышать? Что хотите сказать, я не знаю. Вы попросили от меня. Я хотел, вообще-то, трехтомник у вас купить, приобрести. Вы в мой мир зайдите, в мой мир, табличку сделайте, это, страницу, мой мир, mail.ru. И запросите, друзья, я вас приму и вам скину все данные. Там много цифр, их нельзя передать так. А, вон что. Ну, да. А я уже просил у вас, вы что-то там какие-то цифры дали, я еще в них не разобрал. Так, я дал банковский счет, что и как делать, адресы, какой порядок получения книг. А, вон еще. Я и не понял. Ну, я вам, я вообще-то... Я кину тогда здесь, вот здесь, где под скайпом. Прямо под скайпом я вам скину. Сразу. Хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо. Хорошо. Я вообще-то православный человек, православных. Ну, баптист. Знаете таких, нет? Что, православный баптист? Да, да, да. Да, еще не... Это что-то сильно на нас похоже. Да нет, до вас далеко. Куда мне там? До вас. Ну, есть еще что-то. Я думал, я один такой на свете. Но, а зато он еще... Ой-ой-ой, сколько. У меня мама православная, я ходил в церковь православную, служил у батюшки. При церкви, при храме, после армии. Ну, и до армии там. Я был в алтаре. Алтарником служил. Вот. Меня там любили, уважали. Я там нос задирал, знаете, как... Как одену эту... Так... Стихарь, стихарь или что там. Ну, да. Вот. Что бабушки там мне кланяются там. Ну, мне это было приятно. Денежки в карманчик там. А у нас один баптист работал, делал художественные работы в крестилке. Я к нему заходил. Но я не знал, что это кто-то. Я только знал католиков. Да, что-то за... Останавливается. Интернет, это парахлит. Прославный. Больше я никого не знал никогда. И он мне начал об Евангелии, об баптистах рассказать. Я пошел к ним на службу, думал, помогу. А может быть. Ну, в общем, вот такой человек я. Потом встретился с баптистами. Евангелие мне показали. Я читать начал, уверовал. По-настоящему, так сказать. Тогда я не очень-то был. Не понимал Христа. Вот в чем дело. Узнал святых. Христос на кресте распятый. Баптисты мне глаза открыли. Ну, я с ними не согласен во многом тоже. Ну, измеряюсь, терплю. Что же делать? Вот. Вот так и живу. Живу. Семья у меня вся евангельская. И дети. И все. Вот. Так что так. Сынок, говорит, я батюшкой был бы. Ну, не дано. Баптистом нельзя ему батюшкой быть. Ну, а батюшки вас считают кем? Баптистом или православным? Ну, у меня есть друзья батюшки. Баптистом они меня считают. Ну, я и могу в церковь православную ходить. А вы, если вы баптистов, то вы же в православной церкви не причащаетесь? Нет. Нет. Ну, а без причастия нет жизни. И баптистов-то это не церковь. Это общество религиозное. Оно не имеет связи с апостолскими временами. Я это слышал, в курсе. Хочу понять, как-то это воспринять. А вот как сам не помню. Я понимаю это все. Я знаю, что рукоположение. Я говорю, почему ты дьякон? Зачем тебе прессивительство, если ты так же вычерю совершаешь, так же все совершаешь? Зачем тебе тогда дальше еще рукоположение? Отчего зачем? Ну, ответом нет. Ну, это их дело. Я сильно, как сказать, не хочу париться. Сердце свое, как говорится, так делать, чтобы оно было у меня затуманено. И так много у меня, как говорится, на меня нападков всякой по жизни. Чтобы хоть бы дожить до вечности. Ну, боюсь, боюсь, конечно, суда Божьего. Суда Божьего боюсь. Страшусь. Так, я приду туда. Ну, баптисты умирают. Их хоронят. Души идут. Ну, к Богу куда? Я думаю, что, как сказать, Бог сам определяет. Нет, уже сегодня Бог определил. У нас абсолютно точно известно, что церковь его невеста. Она образована в первом веке. В Сионской горнице. А не спустя 1700 лет. Это выдумка. А адвентисты седьмого дня, вышли от баптистов, что тоже церковь. А дальше свидетели Иеговы ходят. Тоже церковь. 21 тысяча названий. Все, 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 церковь. Это серьезный вопрос. Вот вы, если на мой мир зашли, там увидели фамилию Марьясов. Я могу даже его адрес скинуть. Он из Краснодара. Из района там. Мы у него были. Вам было бы полезно с ним встретиться. Хорошо бы. Еще встречи. Я бы там молюсь вообще. Вы вернитесь в православную церковь. С батюшки поговорите. Это заблуждение оставлять церковь. Это слишком далеко уйти надо. Христос и церковь. Христос создал церковь. А всех, кто не сдавал. Понятно. Это не Божье установление. Они хорошие люди. Не пьют. Не курят. Но они готовы в космонавты. Но не в церковь. Да. Вот это что и непонятно. Что вот баптисты прут на православных. Православные прут на баптистов. Вот. Нет. Я ничего не говорю не пру. Я просто говорю по Писанию. Христос и Государь не одолеют церковь. Матфея 16, 18. А они говорят церковь православная пала. Мы восстанавливаем заново. Но когда заново решил, чтобы наклонившийся ковчег Оза, Бог его убил сразу. А они не понимают. Ну что сделать. Я же с ними не могу совладать со всеми. Сам в таком понимаешь. Я понимаю, что я. Как-то надо жить. Как-то надо справляться. Со страстями со своими не могу справиться. Вот. Нападки разные. Все. Так а у баптистов что вы со своими страстями думаете справиться? А у них вообще об этом еще не знают. У них вообще лечения такого даже нет. Ну и в православии, извините, придешь, батюшка тоже ничего не знает. Ни по Евангелию ничего. Что у него спросишь? Кланяйся святой, кланяйся этому свечку, тому, тому, тому. Всяких батюшка хватает. Единицы только настоящие, такие искренние, верующие. Которые бы показали путь правильный. Правильно. Даже единицы, как говорит Ездра. У нас, говорит, единицы найдутся. А у иноземцев, уретиков вообще ни одного нету. Да. Я вообще люблю слушать Стеняева. Очень мне он нравится. О, о, о. Люб, очень, люб, очень начитанный. Очень такой. Да. Вот. И еще мне нравится Диагон Кураев. Ну, не во всем я его понимаю, конечно. Мне истиняя ближе к духу. Кураев сильно умный. Ну, такой зачинанный он там очень тоже. Ну, как бы к Единству прийти, чтобы много непонятно, много неясного. Ну, а надо с Единства сначала с Богом иметь, с Церковью-то. А со всеми еретиками у нас Единства и быть не может. Господь и не заповедовал нам иметь Единства, да и не должно иметь. Антоний Великий говорит, я с Еретиками никогда в жизни мирно не беседовал. Им надо возвестить истину. Ну, если они не признают, ну, отойди от них и все на этом. Да я сам еще такой, понимаешь ли, так. Шалтай-болтай, понимаешь ли. Ну, это другое дело. Это шалтай-болтай, так он у баптистов не нужен такой мусор. Вы будьте истинным. Понимаете, вы посмотрите. Ну, ты конкретно говоришь. Когда в Серкви в Серкви бывает. У них нет литургии у баптистов. У них нет таинства. Нет таинства, нет жизни. Я не пью, не курю. Ну и все, не пью, не курю. Ты у православных посмотри, какие святые были. Как Серафим Саровский, Иоанн Хронштадтский. Это последних времен наши. Да у них же учения-то настоящего нет. Они все время меняют так и так. У них обман епископа. Откуда у них епископы-то? Я вас слушаю, да. Я вас уважаю по вашим взглядам. Ну, мы люди. Суд праведный только у Господа. Он только может правильно рассудить. Вы тоже с баптистами встречаетесь? Да. С ними молитесь? Нет, нет, нет. Я молюсь, когда там где-то проехали, дорогой были. Здесь они приходят, если... Они делаются православными. Батюшки православными даже. Это большая разница. Я слышал один, сделался ваш друг какой-то там бабюшкой. Полиция, мы нигде с ними не молимся. Где они по-своему молятся? А если отче нас считают, тут мы одинаковы. Тут не мы с ними молимся, а они молятся с нами. Ну, вы такой единственный. Как Кураев говорит, так же он говорит, безбашенный, чей баптист, чей старовер, как-то так он выразляется, что вы безбашенный вообще. Да. У вас конкретно, да, вы можете рубануть так рубануть. Мне старцы встречались, я уважаю таких людей, которые подвязаются в деле евангельском, миссионерском. Мне такого не дано. Не дано. Я мирный житель, спокойно. Мне бы до неба дотянуться и, как говорится, вот. Меня уверяли, что спасен на дна же, спасен навсегда или как бы так. Но я вижу в себе страсти, которые я борю, не могу побороть. Особенно гнев. Я, знаете, что, вот у меня что происходит. Я люблю любящих и ненавижу ненавидящих. Стараюсь, и все равно не получается. Вот, вы мне приятны, я вас люблю. Вот, кто-то мне неприятен, я его не очень уважаю. А Господь говорит, что великого делать, если любите любящих вас? Так делают и мытарь, и грешники. А, да, да. И как с этого порочного круга вылаз? Из этого порочного круга человеку не выйти. Никак. Он должен родиться свыше. Это первое. И быть Вадимом Духом Божьим. Как понять? Я молюсь, говорю, Господи, я рожден свыше? Если я не рожден, роди меня свыше. Понимаете, какое дело? Смирение. На первом месте смирение. А я это слово... Как понять, смирен ли я? Хорошо. Мне вот это не нравится. Постите. Сейчас идет Великий пост. Его установили с апостольских времен. А мне оно не нравится. А ты смирись. Вот мы соблюдаем посты все православные, душе легко и радостно. Нашу Пасху, как мы встречаем, сравнить с Баптистской, да что смеяться-то? Представьте, какие каноны Андрея Критского. Какие еще на страстной неделе, как считается, Евангелие. Как подготавливаются. У них этого нет. У них ровная полоса. Они сегодня мясо едят, сало, свиное и завтра. Для них ровности нет. У них поста, ни креста нет. А в чем тогда вера-то? Да, да. Я как-то проповедовал в собрании. Ну, проповеди говорю. Я не проповедник, но так иногда случается. Чтец, как бы говорится. Ума у меня сильно нет. Я вышел на страстной четверг и прочитал, как в православной церкви читают страсти Христова, когда он страдал. Люди умилели сердцем. И мне было приятно. И говорят, слушай, это послушать прям аж лучше ничего не надо. Ну, некоторые. Некоторые, конечно, сказали, это ты что-то молол непонятное. Понимаешь? Но мне нравится крыльский. У баптистов понятия нет, что иконы идолы. Они так называют иконы идолами. Они знают, храм, в который приходил Христос, он был весь в иконах. От пола до потолка. А они отрицают их. У них как будто могильный склеп. Ничего там нет. Даже один тысячелетное царство когда-то будет. У них толкование на каждом шагу противоречит другим местам Писания. А у нас толкование святых отцов, Иоанна Златоуста. У них-то ничего нет. Ну, тоже заблуждаются, может быть, люди. Люди, я считаю, тоже, да. Где вот эту истину понять, вот эту струнку уловить? Вот это где правильно, чтобы точно исполнить волю Божию в точности? Вот это вот самое главное. А вот я не могу ее уловить. Вроде так, а сегодня не так. Завтра никак не поймаю. Я что скажу по иконам? По иконам у меня мама православная. Очень твердая такая. Она плачет обо мне все. Ну, она этим иконам молится и их целует. Вот что плохо. Она в них видит. Ничего плохого в этом нет. Мать получила фотографию из армии. Она поцеловала. Это мой сын. Она обращает не на фотографию, а к сыну, который в армии, которому трудно. Это так понять, если можно, да, но многие впадают в то, что вот эта икона для нее, это такая святость, что Бог на небе, она эту икону так дорожит. Ну, как бы, я знаю маму, она уже старенькая у меня. Вот, она очень... У меня знакомый был один и говорит, я, говорит, только что освободился. Я говорю, а ты вроде спокойный. Да спокойный, говорит. Это еще в советское время, говорит. Но мы, говорит, на работе, говорит, повздорили с одним, говорит. И я его ударил. Ну, я-то, говорит, ударил, а он меня к стенке припер. А тут портрет висит Сталина. Я его не видел. И я, говорит, на нем топтался. Дали года три или четыре. Смотрите как. Это он Сталина не трогал. Сталин спал и не знал про это. Люди понимают, что отношение к изображению, оно переходит к тому. Вот я сейчас подойду и плюну на изображение Путина. И все поймут, что я его ненавижу. Я не портрет ненавижу. Так и к иконам. Ну, почтение должно быть. Конечно. Я считаю, конечно. У меня тоже иконка одна есть на выходе. Висит Спасителя. Но я не молюсь на икону. Но это приятно. Апостол Павел говорит в послании к Римму, 2 глава 2. Глава 2 говорит, гнушаясь идол, святотатствуешь. А не идол, гнушаться должны христиане. Но не издеваться над святыней христианской. Как нам история сохранила, что Евангелец Лука был художник. Первая икона Божьей Матери нарисована была какая. Сколько журец было от икон, когда явления были. В войну было как. Так что... Предание. Предание есть такое, да. Ну а как же, мы считаем исход. 20 глава говорит, не сделала изображение. А 25-й сделала изображение. И перед этим изображением Херувимов, Ковщек, повергался первосвященник. А если кто-то что-то против сделал бы. Вот Ковщек. Первая книга царств. Открываем. Он... Ковщек это обыкновенный ящик. Длинный, продолговатый ящик. И люди подошли и заглянули. Ну они слышали о нем, но не видели. Они не плевали, как баптисты. И Бог убил. Бог, не человек. 50 тысяч и 70. Это в Сталинградской бритве даже в один день не убивали столько. 50 тысяч. Вот тебе и баптисты. А они на святыне издеваются. А это Ковщек прообразовал Божью Матерь. Они не смеялись. Вот прочитайте, откройте. Библия, Ветхий Завет, Первая книга царств. Когда Ковщек возвращался из плена. И Бог убил жителей Бевсомиса. 50 тысяч и 70. Ну еще будем спорить-то. Когда Бог защищает свои святыни. А у баптистов у них вообще святыни никаких нету. Я верю. Ну и все, пей, ешь, что хочешь. Я говорю, а вы знаете, что у православных пост баптисты говорят, ну да. Ну зачем же вы едите мясо-то? А почему они есть? Павел говорит, не буду есть мясо, вина вовек, чтобы не подать соблазн брату, за которого умер Христос. Они утробные. У них подвига нет. А Павел говорит, я порабощаю, смиряю тело мое, смиряя его, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться не спасенным. А они нету, такие вот, они ничего не знают. Они вообще не понимают. Я говорю, скажите, вы баптисты, вот как у вас учения, как толкуете, скажите, в 15 веке кто был? Ну у них-то кто, когда ни одного не было еще? Он не может назвать. Я говорю, а в 14, 13, 12, до 1 века никого нету. Никто, потому что ни одного птиста не было. А мы назовем в каждом веке, какие были святые, Игнатий Богоносецкий, Поликарм Спирский, Ириней Леонский, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Василий Великий. У нас жития 1173 канонизированных только. У них ничего нету, истории-то нету. А я Божий. Откуда ты знаешь, что ты Божий? Когда все вопреки Евангелия. Они на исповедь не ходят. Они не знают, в чем каятся. А ты сходи на исповедь. У них нету людей, которые могли бы отпускать грехи. А Господь дал вас священникам православным. Кому отпустите, отпустятся. Это 20 глава Евангелия Теана. Вы серьезно отнеситесь к этому? Ну это вопрос еще. А вы не рассуждайте. Вы вернитесь к православию. Иначе времени может не быть. Подойдите к батюшке. Батюшка вас разрешит от грехов этих. Я понимаю, но я был в православии. Я там ничего не понимал. А вот, понимай, понимай. Вот. Вы пришли сейчас к православному человеку. Вы меня понимаете? Очень. Ну вот. Вот. А я православный. Понимаете, я могу любить вас, потому что вы мне ничего худого не сделали. Даже Кирилл Патриарх, я к нему очень хорошо отношусь. Правильно. Очень хорошо отношусь. Я... Хоть говорят про него, что он там миллионер, миллионер. Мне это не касается. Меня это не касается. А другой человек, которым я живу по-соседски, баптист там, я к нему что-то строго очень. Понимаете? Я его недолюбливаю. Что за дела такие? Вот не пойму, я в себе не разберусь. Я вас прошу, вопрос личного порядка. Вы не пьете? Нет. Совсем? Нет. Нет, ну могу для лечения. А какое лечение? Один горешок хрена и три литра спирта? Нет, спирт нет. Спирт нет. Может, когда простужусь или когда тяжело мне коньячка 50 грамм. Тяжело может каждый день было. То же она не послушалась, то ребенок навредничал. По-моему, может быть. То теща не такая. Расслабиться, говорит, надо. Не надо. А курить курили? Курил, курил, курил. Очень сильно курил. А? Долго? Долго, долго. Когда просил? Я даже был у батюшки в этих прислугах. В туалет пойду, покурил, а назад возвращаюсь в алтарь. Ну, святая святых. И он мне ничего не говорил. Вот мне интересно, понимаете? А мы бы вас даже в ограду не запустили. У нас это не положено. Понятно. На территорию деревни к нам нельзя заезжать. Тоже, как бы, сектанство немножко. Как сектанство? А вдруг человек спасения хочет. Он захочет уходить. Душа рвется. А вы говорите, кури, не кури. Вот все. Ах, вот у куритом с курящими-то, а это церковь. Левит 10-10. Отвечаетесь священно от несвященного. Ничто нечистое не войдет туда. А зачем же в земную церковь тащим эту мерзость? Курящий это самоубийца. Ну, я согласен. Я не курю. Потому что, да, знаю, что это вред. И от страсти очень это сильно болел. Лет пять снилось мне. Это куриво и все такое прочее. Но Господь миловал. У баптистов миловал. Видите? Там я принял покаяние. Господь коснулся моего сердца. Как я баптистам? Ой, православным. Потом баптисты пошел. Потом был в миру. Знаете, что такое? Бегал то куда, то сюда, то по табакам. А потом зашел в баптистский церковь, в дом молитвы. Проповедника послушай. Там какой-то, значит, алтачил что-то там. Пойду ему глаза-то посмотрю, чичи ему выколю. Понимаешь? Такой я был. И как зашел туда, и меня Господь как бы коснулся. Я покаялся. И оставлял все свои страсти. И борюсь до сих пор с ними. Это вы думаете так, что все страсти оставили? Нет. А сами говорите, я не могу отстать от этого. Люблю любящих меня. Еще начало христианства не сделано. Первый шаг не сделано. Это я раньше думал, что я такой хороший. И что мне так хорошо. А потом смотрю, что я-то нехороший, и в лоб могу дать, понимаешь, зарядить. Думаю, ну что ж я, со Христом в близких отношениях, а внутри клокочет. Вот в чем дело. Ну да. Страшно. Страшно. Ну мне говорят, ну ты поверь, верь, и все, только вера и все такое прочее. Ну я по-всяки пытался, и молился, и крестился, и что только не делал. А страсть мучает. Грех давит. Грехи давят. Вот что. Ну. Говорят, веры нет у меня. Ну, может, собрами... Надо Бога веру просить и быть в церкви. Вы сейчас не в церкви. А без церкви спасения нет. Церковь там, где есть рукоположенная от апостольских времен епископат. Благодать Божия. Восьмая глава Деяния апостолов об этом говорит. Баптисты это не церковь. Это просто... Вы сейчас говорите, что был дом молитвы. Дома молитвы нету. Это молитвенный дом. Это большая разница. Дом молитвы это храм. А молитвенный дом это синагога. Их много может быть. У них нет престола. Нет литургии. У них нет таинства. Они тела Христова не имеют. Не имеют. Они говорят, у нас только воспоминания. Вещери любви там и как называют. У них нет крови Христовой. Они этого не знают даже. Они полновесные еретики. Полновесные. Сто процентные. А ересы... Есть шкала. Вот шкала. Если ноль взять, а сюда и туда. Вот православные могут сюда отклониться. А баптисты сюда. А как-то надо... Не знаю. Как это понять. Православные... Такого нету. Написано так. Господь говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные. И мы говорим, что... И все. Нет, говорит, церкви. Где нету церкви, там не церковь. Если ее нету, вне церкви нет спасения. Чего церковь Христос образовывал в 1639 году, как первая баптистская община в Роджерсе в Англии? В 17 веке. А лютеране. У них икон нету. 1517 год. 1841 год. Адвентисты. Тоже церковь. Они баптистов не призывают. А харизматы бесноватые. Там все беснуются. Тоже церковь. Любое название. Новая жизнь. Или твердое основание. Библейские христиане. 21 тысяча названий. Что все церковь. Церковь одна. А одна невеста Христа. Они врут. Они лгут. Вернитесь в православие. Это нельзя над собой смеяться так. Но хорошо. Если бы вы жили до 17 века, когда баптисты не возникли, еще куда бы вы пошли? К лютеранам? Ну, знаете что. Я думаю, что Господь, у него есть имя такое всеведущий, всемогущий. А еще, когда он царствует, как это называется еще, как-то имя у него есть божественное. Ну, может, вы напомните. Вы же, вот, когда он царствует, над всем все держит. Ну, Господь и Господь. Вседержитель, вот. А, Вседержитель, да. Да. Вседержитель. Я знаю, что он знает и меня, даже песчиночку. И надо мной работает все равно. Вот. И вот на это надеюсь. Надеетесь, что в церкви это все работать надо, а не вне церкви. Церковь это корабль. А секта это не корабль, это самозванство. Дофана, Верона и Корей. Ну, это может лодочка такая, осколочек. Знаете, что? Вот, когда мы считаем Святую Библию, первое послание к Коринфянам, 10 глава, 6-11 стихи. Потом, проверьте, выставлю я ролик через неделю. И там Павел говорит, это перечисляет там беды какие были. Это были образы для нас, образы, достигших последних веков. Мы говорим, а вот отступили дофана, Верона и Коре. Это единственный случай, когда живьем в ад сошли. С женами, с детьми. За что? За то, что они образовали секту. Отошли от церкви. Это были образы для нас. Живьем в ад Бог отправляет. Ну, Боже всемогущий, вседержитель. Живьем в ад. Срочнее, чем греха. Это единственный грех, который живьем в ад. Еще же я с ними пойду. Такая участь им, да. Такая Верону. Вы сами, сами пересмотрите у себя. Адвентисты вас ни за кого не признают. Все. Ну, я с адвентистом не знаю. Свидетели Его, а вы им скажите, а я баптист. Да они вас за человека не считают даже. Поэтому надо людям угождать. У нас имя святая, по ней надо поступать. Так понять Слово Божие как-то. Так понимать, как святые отцы и поняли. А сектанты, вот я беседую с баптистами. 20 человек. И они тут же разделяются по-разному. Я говорю, на небе явится знамение Сына Человеческого. Я говорю, что что? Христос. А за ним появляется, я говорю, Сын Божий. Что, Христос? А потом Сын Божий. Все, в тупик стали. Я говорю, крест, крест. Распятие. Кто их толковал? Иоанн Златоуст. И какая причина? Три причины, почему крест? Они Писание совсем не знают. Я им вопрос за вопросом задаю. Ни на них не могу ответить. Что означает пять дев неразумных? Кто такие девы? Что означает масло? Что означает полночь? Что означает крик? Выходите навстречу. Почему они не вошли? Ничего не могут ответить. А они уснули. Докуснули. Это что, грех? Ну да. Ну, докуснули те и другие. Все. Дальше не знают, что говорить. Почему? Потому что они не церковь. А в церкви толкование. Вот трехтомники у нас. Полное толкование Нового Завета. С первого века. И баптисты начинают только читать трехтомник-то. И они понимают. Они живут в полном заблуждении. Вот надо мне трехтомник этот почитать. У меня есть. Я читал. Но по интернету он мне не очень. Глаза болят. Наш трехтомник, издан так. За две тысячи лет такого не было. Полное толкование. Полное. От первой буквы до последней. Это три тома Нового Завета. И 240 иллюстраций. Там издан так, что видели его в библиотеке у Путина. В личной библиотеке. У Медведя, у Патриарха. Мы же проехали-то от Владивостока до Лиссабона. Я везде дарил и дарил. Во всей библиотеке. Да-да-да. Мы любим свою Россию. Вот я начальник детского лагеря, 44 года. У нас лозунг. Россия должна встать. И дети скандируют. А как? Через веру во Христа. В церкви. Только в церкви. А сектанты, они ослабляют мощь русского народа. Они разрушают. Им ближе Америка. У них толкование, все сектантское. Бакмелдеры разные. Скоуфилды. У них ничего нету от тех времен. Мы говорим, какие... В записке написано там, вот молитву надо как творить. И подписываются, что это какой-то проповедник их. Я говорю, а где русские? Где русские у вас? Ну, у меня. Я же тоже там знаю. Где Игнатий Крещанинов? Феофан Затворник? Они ничего этого не знают. Нет, они знают, но они не признают. Ну и что? Они признают, а вы их признаете. Они двухтысячелетнюю историю сбросили. Всех святых. А вы их признаете. Это кого их? Который сейчас или который там? У них заблуждений море. У православных они не исполняют. Имея сундуки золотом, они сидят на них. Их надо распечатать. Распечатать. Но все-таки проповеди они говорят? Говорят. Говорят. И вангелия не знает. Вот у нас выйдут люди, было после богослужения, и мы в трапезной включаем Ярла Николаевича песнь. Это протестантский. И мы его слушаем. У нас люди не боятся. Мы раздаем брошюрки эти, сторожевая башня яговистов людям, баптистские журналы. У нас все считают люди. Мы их не боимся. Потому что мы видим, где заблуждения, но много хорошего у них. Много хорошего. Откуда же хорошие, если хорошие люди? Дух Божий. Дух Божий. Он кладет, но они дальше-то не идут. Они засыпают первые ступеньки. Узость взгляда. Да, узость взгляда. Вот они одно слово взяли, суббота, субботники. Суббота, суббота. Или яговисты. Ягова, Ягова, Ягова дальше не идут. А православные, это всеохватно. Это все. Писание. Так они 11 книг баптисты выбросили. 11 книг из Библии выкинули. Почему баптисты? И у православных нету. Нет, у православных за 26 лет не издали ни разу, чтобы только одни канонические. А 77. А у баптистов 66. Сама цифра настораживает. Две шестерки. Библия у меня есть, как она называется. Перевод как? Ну, посмотрите, там книга Серахова. Найдете? Премудрия Солмона нету. Это уже не канон. Это не игрушка. 11 книг выбросили. Канон не вошли. Баптисты выбросили из Библии, которую взяли у православных. Вот я разговариваю с баптистами. Ну, нормально мыслят. Мыслящие люди-то. Я говорю, скажите, Библию кто написал? Ну, кто? Начинают там Моисей. Правильно. Я говорю, а почему 4 Евангелия? Ну, потому что 4. Так их было 20. Почему 20? Ну, было басилистское, послание евреев, послание Фомы. Евангелие от Фомы. Кто это сделал? Церковь, как в алтаре запечатали на престол, положили, утром пришли, 4 лежат, остальные сброшены. Бог показал. А почему вы не знаете откуда? Потому что у вас нет канонов. Дальше я говорю, на каком языке? Тут правильно отвечают. На арамейском, на греческом. А кто перевел на русский язык? Не знают. Я говорю, Герасим Петрович Павский. Хвольцин Давид Аврамович. Начинаю. Лавягин. Архимандрит Макарий. А вы взяли готовое и неблагодарное. Мы каждый день благодарим Бога за переводчиков Священного Писания. Каждый день. Они перевели. Вы православной церкви, даже оставаясь еретиками, должны быть до смерти благодарны. Православный перевод. Синодальный называется. Синодальный, да. У адвентистов. У всех. Только одни иеговисты отбросили, свою книжку написали под видом Библии. Всемирный перевод. Обманщики. Да. Ну, есть много переводов. Но я не понимаю, если синодальный перевод, он что есть, то есть. А где еще один из них? Синодальный перевод, это может быть лучший в мире. Ряховский даже, 50-ник, он член Государственной Думы, беседует с Силарионом Алфеевым, митрополитом православным-то, и говорит, у нас только синодальный перевод. Я разные переводы на разных языках считал. С православным, с синодальным, ничто не сравнится. Это пренебесный перевод. Четыре духовные академии переводили. Ну, говорят, боролась церковь, чтобы не переводили, тоже было дело. Ну, сравнить даже нечего. Еще раз говорю, я эти все переводы имею. И даже близко не сравнишь. Они вульгарные. Конечно, это да. Перевод синодальный самый лучший, я так считаю. А кто его отвергает? Те, которые наизусть ничего не знают. А у меня даже если одну букву не так прочитают, у меня сразу перфокарта не пропускает. Я говорю, ошибка, считай снова. Ну, это вы один такой, или два, три, пять, десять. Ну, почему? Это Дух Божий подсказывает. А остальные все... Понятно. А нам куда деваться вот таким простым... Ну, довериться синодальному переводу. Заметьте, синодальный перевод издают до революции. До революции. Издают все патриархи в советское время. Одинаково издают православные, католики, синодальный перевод. Баптисты, адвентисты, все синодальный перевод. Нам чего выгадывать, когда весь мир его признает? Понятно. Вы помолитесь хорошо и сходите к батюшке. И за вас молиться. Я за вас буду молиться, чтобы вам Господь мозги проветрил. О-о-о! Проветрил. Вернитесь. Православие – это церковь Христова. А почему вы двумя перстами креститесь? Я с детства так научил. А можно тремя, можно одним. Вернитесь. Вернитесь. И они молились одним перстом. Вот так, да? Нет, указательный. Указательный. Вот пальцы и вот указательный. Это Ян Златоуст пишет так. Бог единый. И они на арене восклицали. Кресту и Сарегнах. Христос старствует. А когда Никон принимал реформу, в Греции было уже трои перстей. А князь Стадимир принял трои перстей было. Так молился Сергий Радонежский. Все молились так. А Никон насильно сделал эту реформу. Сделал трои перстей. Но это равноспасительно то и другое. Ну, как я знаю. Мы сейчас так научены. Да, вот так я вот так научил. Да, да. Но самое правильное, правильное. Это у католиков пять пальцев. Они вот так вот. Слева направо. Потому что пять ран у Христа было. А речь идет о теле Христовом. Я не католик. Так не могу. Но я знаю как. Но вы из староверов, я так знаю. Да. У нас все старобрядцы были. Но кержаки священства нет. А без священства нет спасения. Поэтому им старобрядцы мы говорим. И они сейчас есть в Белокринитской иерархии, у которых есть священники. Это настоящая церковь. Они вернулись к тому, что было раньше. А бороду вы оттуда взяли, с староверов? Бороду взяли от Бога, который сотворил человека с бородой. Он не творил Бог, чтобы две мамы в одном доме было. Это гомосексуализм. Самое неприступное, говорится, состояние. Смотрите. Самый совершенный человек был наш Господь Иисус Христос. Ну посмотрите на все изображения. И у баптистов. Они же не рисуют его бритым. Даже баптисты. Я видел, рисуют, как старые иконы, римские иконы. Кучерявый, безбородый. Кто? Христос безбородый? Да, да. Ну, китайцы рисуют Христа узкие глаза и такие. Ну что, китайцы он был разве? Они рисуют. И давно это стали рисовать. Да не может быть. Когда у Давида, он полбороды отстриг, у Давида, он опелся. Он их запретил в Иерусалим, пока борода не отстет. Вы на нашем форуме, на сайте зарядите борода, и вы увидите, там все показано. Борода – это достоинство, власть мужчины. Ну, колется она. А мужчины, бриты, это подкаблучники женские. Ну, может быть, может быть. Я не спорю с этим. Что сделаешь, Сэр? Как с этим бородом? Ты сделаешь, не трожь, бриту выброси, и все. Это вам легко сказать. А что легко? Ну, давайте. Адмирал Макаров. Вот какая борода. Верещагин какой. Ну, я буду называть мирских. Фридрих Энгельс. Карл Макс. Кто такой Фридрих Энгельс? Карл Макс, это вообще. Времена. У меня журнал был, Баптист называется, 1906 год. Большой и больший журнал «Огонек». И на первой странице сидит их молодежь. Все до одного с бородами. Вот Ленин, там Бабушкин, все. Шесть человек. Старший Ленин, Ульянов. 30 лет, все с бородами до одного. Это все недавно пошло-то. Безбородые-то кто это знал-то? А сейчас православные батюшки вон бородаются. Вот это неправильно. Неправильно. Его не надо в храм даже запускать. Ну а что же делать? Как это не запускать? Да так. Молиться и Господь остановит. Вот у нас же нет того, чтобы безбородые были. Безбородых вообще нету. Я представляю, если я к вам приеду, вы же меня там казните сразу. Мы, если не курите, мы вас примем. Вы будете молиться, но соглашенными выйдете. Это всегда было. Соглашенными. Я-то не оглашенный, я-то крещеный православный. Крещеный вы, но вы не ходите с ним в церкви, поэтому вы для нас как еретик. А если вечернее богослужение, можете быть, а на литургии только до оглашенной изъедите. Обязаны выйти. Это закон такой. Возвлаз есть православная церковь. Я вот приду к старообрядцам-то. А у меня документов с собой нет. Они не признают ни Каньяновскую церковь, ни новообрядцев-то. И я тоже выхожу с соглашенными. Но когда мы поехали, у нас документы были. Мы в любом храме могли, в Грузии, во Франции, в Португалии, везде причащаться. Хоть где. Мы не отлучились. В тюрьме вы сидели? В тюрьме не были. Нет, в тюрьме. В тюрьме, да. Лагерь, лагерь были, да? Лагерь, да. Там бороду сняли. Долго вы там сидели? Это насилие было. Насилие надо мной. Я не виноват. Они мне могли уши обрезать. Нет, а вы там вообще сколько лет сидели? Пять, четыре, десять? Я под одной психиатрией только 26 лет был. Я сегодня рубаху едва могу на его сейчас поднимать. Выше не дают. Как меня руки выкручили, что делали? 26 лет. Это не звание. Это все в больнице, что ли? Это никакого отношения не имеет. Вспоминать глупости эти. Это сейчас злоупотребление советской психиатрии. Я реабилитирован. В тюрьме сидели? В зоне или как? В пяти тюрьмах было на зоне. О, вы там баптистов встречали? Нет, баптистов не было, ни одного. Это времена гонений уже кончились. Когда я пошел, баптистов уже не сажали. А были свидетели Юговы, так называемые. А они были. У нас сидел здесь сын баптистского пресвитера за грабеж, за бантитизм. Тоже есть такое, да. Вот так. Я просто хочу сказать, как вы там участвовали в ритургии или как в причастии? Как в тюрьме какая? Вызвали священника, он приехал, приехал с запасными дарами и меня причастил. А, он еще был. Только так. Вызвали священника и у него запасные дары с собой. А то, говорят, баптисты сидели в тюрьмах? Нет, мне, православному, баптистов какое? У них причастия вообще нет. Они как мусульмане. У них нету, у них священник, нету корей, отпускать в рихи. Повторите, я не слышал, что сказали. Повторите, что сказали последнее. Вам баптисты, когда сидели в тюрьме с православными, вечерю они совершали вместе? Да нет, конечно. Никогда. Нигде, никогда. Ну, я слышал такое. Так как же, а в тюрьме? Баптистов нет таинства, нету. Просто хлеб. Приломили, хлеб едят. А мне зачем это нужно? Нет, таинства есть у них три. Нет, у нас тело Христово. У нас священники. Иоанн Затауз говорит, без этих священных рук священника нет отпущения грехов смертным. Бог усыновил это. Ну, мы-то верим. 20-е было Евангелие от Иоанна. Кому простить и проститься, на ком оставить и останутся. Апостол Павел говорит, предать воизмождение сатане. А баптисты этого не могут делать. У них нет этой власти. Не отлучают они. Почему? Ну, от кого отлучают? От своей синагоги. Синагоги. Я думал, вы крепкие к баптистам. Нормально, заглояльно. А вы все-таки... Как крепкие? Там из Чикаго сообщили, говорит, мы нашли православие. Православного. Прямо возрожденный проповедует от смерти в жизнь. Но он, говорит, в пух и прах разносит баптистов, а они его уважают. Ну, это хорошо. Потому что я не нападаю, я раскрываю глаза. А сегодня эти православные называются миссионерами, они злобятся, буквально задушить готовы. Любовь на первом месте должна быть. Так вот же, не хватает любви. Как же любящий Бог, сама любовь и в ад пошлет кого-то там. Сама любовь в ад не посылает. Как она может в ад послал? Господь не открывал сект. Он создал церковь. И все. Все остальное придумал дьявол. Это как один будто молился и говорит, Господи, ну женился, такая девушка была хорошая. Но он женился, как ведьма стала. Ну почему так? Он говорит, а Господь будто бы ответил ему, я сотворил Еву и Деву, а женщину вы их сами делаете. Ну я еще слышал такое, что Господь благ. То есть благое исходит только от Бога. Да. От человека благо не может исходить. Ну может там что-то такое. Нет, от человека исходит доброе, полученное от Бога. Подражайте мне, как я Христу. Будьте святы, как я свят. Так вот все доброе, это от Бога. От Бога. А что зло от сатаны? Вот, что доброе от баптистов, это от Бога. Это от Бога. И меня когда спрашивают, я вел занятия в университетах разных, на как вы считаете, вот баптисты Духа Святого имеют или не имеют? Имеют, я говорю, когда обратились. Ибо никто не признает Господа, не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Но они засохли на первой ступеньке. Они дальше не идут. Ну как же, так научены. Это неправильно, надо переучиваться. А вот люди умирают. Умирают, а отмещения грехов нет. Они умирают в грехах своих. А у православных, у нас есть соборование. Приезжает батюшка, молится и разрешает, властью данной мне от Бога, да разрешишься от грехов. У них нет таких людей. Харизмы-то нету. Харизма. Конечно. Ну а как написано Иоанна, если кто согрешит, пусть, как сказать, исповедуют на веки свои. Бог, будучи верен и праведен, простит им согрешение их. Пусть, говорит, призовет пресвятеров, кто болен. Пресвятеров. А Иоанн говорит, что все мы много согрешаем. Если кто согрешает, пусть молится и Господь простит. Нет, простит, простит. Но когда молимся в грехах, которые не друг против друга сделали-то. Человек там сделал грех прямо против Бога. Там иконы рубил или что-то. Тут только на исповеди. Специальная эпитемия, наказание какое. Сколько лет, тогда причащение будет. Ну, я вам сказал, на эту тему не будем больше говорить. Я вас сказал, чтобы вы знали. Я вас убедить не могу, пока двери сердца вы сами не откроете. Двери сердца. Ну, надо понять еще. Надо же понять. А понимать не надо. Понять, что это не церковь. В 1639 году Христос на землю не сходил. Вы это знаете. Если до 1639 года до Баптистов не было церкви, тогда это был не Христос, а обманщик. Тут богохульство прям сразу идет. Но однако я покаялся. Обратился к Богу. Ну, к Богу-то обратился, а от церкви отошел. Ну, я-то был... Из корабля за борт выпрыгнул. Из корабля. Я там в корабле-то так, ради рождения своего, мама православная, я, так сказать, прихлебай был. Смотри, ребятишки играют. Посмотрите, я им кошку покажу. Глянь, какая. Здрасте, смотри, мя. Посмотри, какая кошечка у меня. Ой, хорошая такая. Вот какая муська у нас. Рыжая называется, рыжая. Мы любим таких. У нас нет кошек, мама не любит кошек. А велика нету? На крыше. У меня нет сейчас показать. У меня голуби тут летают. У меня голубят не несколько. Ну что, если вопросов нету, мы отойдем? Ну да, можно. Если что, потом я еще... Если у вас что-то будет, только хорошо подумайте, не раньше, чем через две недели. У меня... Мы большую работу делаем, а озвучиваем вопросы, которые на нашем сайте. Сейчас я вам под сайт скину все данные. Хорошо. А вы не забыли обещание свое? Я сейчас и скину вам, скину сразу. Нет, еще одно обещание вы говорили. Какое? Молиться. Молиться. Молиться как я забуду-то? Я буду молиться, чтобы Бог вам дал разумение, что в церкви нет спасения. Это православная церковь. Я тоже, видишь, кричусь. Видишь? Вот значит, если ты рукой крестишься, значит, на тебе печати Антихриста еще нету пока. Да я могу креститься, могу не креститься. Кто примет сигнал, вот этот 666, и Крем Сирен говорит, он не сможет сотворить крестное знамение. Он не сможет. Почему на правую руку начало? Вот ответ такой. Это не просто игра какая-то. Ну, все, хорошего. Отключайтесь. Сейчас я вам буду давать материалы. Сенок, отключай отчетов. Давай.